Друзья, на крипторынке кровь и страх из-за коррекции, вызванной обострением ситуации на Ближнем Востоке. Но впереди у нас хелвинг и одобрение IT в Гонконге, поэтому данная просадка может быть последней возможностью для набора портфеля по хорошей цене. Что в него добавить? Сегодня я решил сделать подборку новых криптовалют с потенциалом от 4 до 400 иксов. Подписывайтесь на канал и давайте разбираться! На коррекции, которая была в пятницу и в субботу, альткоин Вормхолл улетел вниз на 42%, а от пика на листинге он показывает вообще минус 75%. Многим может показаться, что нас обманули и актив просто идет ко дну, но стоит помнить, что Вормхолл только неделю назад залистился на биржах. Поэтому есть вероятность, что этот пролив случился не просто так, и фонды, такие как Мультикоин и Джамп Трейдинг, хотят отобрать монеты у ритейла, чтобы отправиться ну куда-то в небеса. Для тех, кто не знает, Крупняк занес в проект 225 миллионов долларов, а те, кто выполняли задания в тестнете, не пожалели, получив хороший дроп. Пользователи разделили между собой 617 миллионов монет. Вормхолл – это платформа, которая специализируется на мостах между блокчейнами, позволяя приложениям и сервисам работать не имея границ. Это дает возможность разработчикам получать доступ к ликвидности более чем в 30 различных сетях, а такие гиганты, как Circle и Uniswap уже активно сотрудничают с Вормхолл. Вместе эти факторы дают шанс на быстрое восстановление цены W с текущих значений. Пока множество инвесторов испытывают страх и ждут 50 тысяч долларов за биткоин, рынок может начать расти в случае принятия биткоин и эфириум ETF в Гонконге 15 апреля. В таком случае Вормхолл может помпануть в диапазон 2-4 долларов. Этена – это еще один проект, который наградил своих тестировщиков жирным дропом в 750 миллионов монет. На сегодня это около 1 миллиарда долларов. Этена – это проект, который создает цифровые доллары на блокчейне эфириум. Эти деньги не зависят от банков и ими можно пользоваться по всему миру. Этена также предлагает интернет-облигации, которые будут привязаны к доллару США, но при этом они размещены на блокчейне. Если вспомнить слова CEO BlackRock Ларри Финка о токенизации всего, возникает мысль, что у монеты иена есть большие шансы на рост. Начиная с пятницы монета иена провалилась на 38%, но токен хорошо откупают прямо сейчас. Это свидетельствует о силе покупателя и том, что фонды по типу Binance Labs не собираются давать скидки ритейлу и опускать цену ниже, поскольку львиная доля монет уже может находиться в руках крупного капитала. Что на это может указывать? Обратите внимание, что весь объем монет уже находится в рынке, то есть никаких блокировок иена не предусмотрено. Отталкиваясь от индикатора RSI, есть вероятность того, что актив еще может погрузиться в диапазон 92 центов. Но думаю, что этого падения было достаточно, чтобы выбить слабые руки, которые продолжали держать токен после получения дропа. Сейчас капитализация Этена достигает практически 2 миллиардов долларов, но из-за того, что все монеты уже отобраны, крупный игрок может запустить актив и до 10, и до 20 долларов. Здесь нужно ориентироваться по ситуации и фиксировать прибыль лесенкой. Такой подход нужен еще и по той причине, что Этена часто сравниваются с кандальной Луна и USD. У проектов действительно много общего, и поэтому я не исключаю того, что он может как выстрелить, так и в какой-то момент ввалиться до нуля, подобно Луна. Workout App – это приложение с концепцией Train to Earn. Главный нарратив – занимайся спортом и зарабатывай. Workout App можно назвать братом Степан, но с более широким функционалом, который включает 10 спортивных категорий. Пользователи, владеющие NFT Workout App, смогут зарабатывать до 125 долларов в день, просто занимаясь спортом или сдавать NFT в аренду и получать половину дохода. Также есть возможность поучаствовать в аэрдрупе на 500 тысяч долларов, выполняя задания на Зилле. Бета-версия Workout App будет предоставлена уже в этом квартале. Приложение будет совместимо с популярными брендами смарт-часов. Следите за соцсетями проекта, чтобы первыми узнать дату релиза. Почему Workout App может повторить успех Степан? Начальная капитализация GMT была около 6 миллионов долларов, а у Workout App всего 165 тысяч. Это потенциал на 400 иксов, которые показал в свое время Степан. Проект успешно завершил пресейл токена WRT всего за один день. Прошел аудит от Haken с оценкой 9,8 и планирует листинг на Мэксе 15 апреля. Кстати, команда допускает торги на еще одной крупной бирже. В будущем ожидается запуск мультичейна Metaverse Gym, а также укрепление партнерских отношений со спортсменами. К ним в качестве амбассадора уже примкнул американский боец Боб Сап и другие знаменитости. Более подробную информацию найдете по ссылкам в описании. Dimension – это модульный блокчейн на движке Cosmos, созданный для ускорения разработки и развертывания децентрализованных приложений. Dimension использует технологию Rollups, которая позволяет ему обрабатывать транзакции гораздо быстрее и дешевле, чем другие блокчейны. Он подходит для разработки децентрализованных бирж, игр, NFT-маркетплейсов, социальных сетей и DAO. Цена токена DIMM скорректировалась на 40% на фоне текущих событий, но вторую часть просадки, как вы видите на экране, уже выкупили. Не финансовый совет, но диапазон 3-4 доллара смотрится крайне привлекательно для набора позиций. Обратите внимание, что особого хайпа на экосистему Cosmos еще не было, поэтому есть вероятность того, что капитализация Dimension может вырасти в 5 раз от текущих значений. Также на графике мы видим, что цена коснулась главной зоны поддержки и сразу же появилась реакция покупателя. Сценарий того, куда пойдет цена, может развиваться следующим образом. Актив торгуется в боковике и на новостях об одобрении ETF в Гонконге цена пробивает 5 долларов 50 центов. Если же во время принятия ETF и халвинга все идет хорошо, доля биткоина на рынке может начать снижение, а рынок альткоинов продолжит рост. В случае, если этот сценарий будет подтвержден, это будет свидетельствовать о начале мини-альт сезона и есть шанс, что Dim перебьет исторический максимум и достигнет диапазона 10 долларов. Если вам зашла подборка, поддержите этот ролик лайком, а мы продолжаем. Диген Проект Диген, который базируется на бейс, я бы отнес к высокому риску, поскольку среди инвесторов нет крупного капитала. Изначально Диген был запущен для раздачи наград подписчикам канала Forcaster DIGEN, то есть это был обычный мем-коин, который не имел никакой ценности. Но после того, как Диген раздал дробь для комьюнити, это привлекло внимание среди аудитории. Сейчас капитализация проекта равна 380 миллионам долларов. Буквально за две недели актив скорректировался больше, чем на 50% от исторического максимума. На данный момент актив входит в узком диапазоне накопления. Что это может значить для инвесторов? Думаю, что если 15 апреля в Гонконге примут ETF на эфириум, L2 решения и их экосистемы будут пользоваться спросом. Если токену Диген удастся пробить первую зону сопротивления в 3,5 цента, активу открывается дорога к 5 центам. В случае, если удастся закрепиться и над этим уровнем, ожидаю, что Диген может достичь и 10 центов. Важно помнить, что эту монету относим к высокому риску, поэтому более чем 2% от общего депозита на нее выделять не стоит. А пока мы переходим к следующему проекту, у вас есть время, чтобы проверить подписку и включить колокольчик. Следующий альткоин – Веном. И он достойно перенес эту коррекцию, показав всего минус 8%. Конечно, в моменте цена заметно провалилась, но покупатели быстро расхватали подешевевший токен. Блокчейн Веном создан специально для улучшения масштабируемости, что приводит к увеличению скорости транзакций и снижению комиссий. Кроме того, Веном упрощает разработку и запуск децентрализованных приложений, обеспечивая конфиденциальность и эффективную совместимость с другими блокчейнами. То есть команда пытается решить трилемму Виталика Ботерина, и как мы видим, сейчас все идет удачно. Несмотря на то, что Веном только недавно запустил Майнет, он имеет достаточно масштабную экосистему. Туда входят Веном Воллет, Веном Гэт, Веном Бридж, Веб3 Волт, Веном Пулс, различные NFT-маркетлейсы, сваплки и многое другое. Честно говоря, многие блокчейны, которые имеют историю, не всегда могут похвастаться таким размером экосистемы. Сейчас монеты Веном торгуются в диапазоне 50 центов, и как ожидалось, ниже цена вряд ли уйдет, потому что большая часть монет находится в руках команды. Многие тестировщики, которые хотели получить дроп от Веном, ожидали, что во время запуска Майнета команда раздаст токены, но в итоге получили одну NFT, и то не все. Ожидаю, что в скором времени цена Вена может вырасти минимум в пять раз, поскольку проект обзавелся крепкими партнерствами с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые выделили кругленькую сумму для развития Веб3 инфраструктуры. Перейдем к следующему, не менее перспективному проекту. В EtherFi проинвестировали 32,5 миллиона долларов в различные Тир-2 фонды. EtherFi – это сервис на эфириуме, который позволяет закидывать свои эфиры в ликвидный стейкинг. Для тех, кто не знает, расскажу, что это за зверь такой. Обычно при стейкинге эфириума ваши монеты заблокированы на время. EtherFi же позволяет вам чеканить собственные токены, которые по курсу один к одному с эфириумом. Начиная с 27 марта монета EtherFi ушла в коррекцию более чем на 50%. Но ходят слухи, что после принятия ETF в Гонконге, ликвидный стейкинг для эфириума будет пользоваться большим спросом. Это может быть связано с тем, что помимо обычной покупки, эмитенты ETF будут предлагать инвесторам ликвидный стейкинг. Если такое произойдет, сервисы, которые предоставляют такую возможность, и их монеты могут вырасти в 5-10 раз. На графике видим, что EtherFi коснулся главного уровня поддержки и последовала реакция покупателя. Поэтому не исключаю, что при пробитии 7 долларов цена может за считанные месяцы или даже недели вырасти до 18-20 долларов. Еще больше перспективных монет в моем канале в Телеграм. А еще новости и аналитика по крипторынку. Подписывайтесь по ссылке в первом комментарии. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Продолжение следует...